Всем привет, дорогие подписчики, вы на канале Pro Games, и сегодня мы начинаем проходить Outlast. Эта часть Outlast, она сейчас пока что без дополнения, но она такая же интересная. Если хотите смотреть полное прохождение Outlast, первой, и я думаю, будем снимать еще продолжение дополнения к этому Outlast, то подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу официальную ВКонтакте, и мы будем рады обсуждать разные темы, писать вам и ждать от вас вопросов. Ну а теперь поехали. Итак, я думаю, разобьем несколько частей прохождения этого Outlast. Так, первая часть у нас начнется, элэйдеры, конечно же. Начинаем. Так. В игре Outlast встречается сцена насилия, кросс-сексуальная сцена, сраженная цензурная лексика. Наслаждайтесь. Хорошо, подметили. Наслаждайтесь, вместо того, чтобы уберечь людей, особенно с расстройствами, какими-то. Главный герой репортер Майлз Абшер. Не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда они. Рискует солнце не один репортер. Одной из таких мест, психиатрическую лечебницу Маунт Месси. Можно смело называть адом на земле. Его главная задача докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец. Да, и сражаться с ужасами Маунт Месси невозможно. Так что остается только бежать, прятать или погибнуть. Ну что, неплохое начало, я думаю. Продолжаем. И сейчас идет загрузочка. Сейчас погоняем. Сейчас мы затащим. Сейчас мы перетащим. Надеюсь. Игра такая жидковатая. Можно даже лишнюю оценку ставить. По страху и по сюжету. Ну так сказать, эта часть вроде в 2009-2010 годах где-то выпускалась. Поэтому, думаю, на тот момент это вообще был ужастик из ужастиков. А сейчас я не знаю, какой может быть ужастик. Самый такой страшный, поскольку сейчас в 2015 год на горе. Так. Он ведь проглазился, но на картинике ничего еще не появляется. Так, так, так. О, наконец-то. Мы едем. Варианты, текстуры. Что-то у меня сейчас случилось. Я менял текстуры, подставлял их. Ну, тут я настолько подтал, что сейчас небольшое расплывание в машине. Но вы не переживайте, это только машина. А, все. Нормально. Замечательно. Так, ну-ка, так. В больницы подъезжаем. Я не хочу уходить из машины. Мне кажется, мне надо не уходить. О, блин, он самый опасный тип. Так. 17 сентября 2013 года. Все это незаконная деятельность психиатрических исследований в Мэрк. Мы не знакомы, но я вождал непоклонников. Постараюсь себя не затягивать. Они могут следить. Я две недели проводил консультацию о программном обеспечении психиатрических исследований в Мэрк. В Маунт-Мэсс. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении. И сейчас я их грубо говоря урушаю. Ну, их следствие. Хорошо, может заметить. Если это, конечно, может. Итак, здесь творится что-то ужасное. Я не помню. В смысле, я не понимаю. Не верю. И в половину увидим. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что даже удалось их в недрах горы. Что за бред? Ну, владельцы клиники Мэрков зарабатывают на людских заданиях. Люди должны об этом узнать. И точка. Ну, ладно. Поедем. Тащи, пойдем и разберемся. Так. Так, камера у нас. Пошли. Я бы за свою жизнь никогда не выезд бы вообще не приехала сюда. Потому что на этом араб. Хорошая задача. Следуйте лечебник. Просто хорошая и отличная. Я вам мать ее следую. Я всегда аутлафт. Это же мать его аутлафт. Так, что я кому-то писал? У меня пошли то, что от данного только вида этого места. Болеецамал Мэссер, закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году. Была в нас открыта в 2009 году компания психиатрические исследования Мэрков, скрывающаяся под личной благотворительной организацией. Сотовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда. Похоже на глушок. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мэрков издавна наживается на филантропе. Но на американской земле никогда то, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Зачет пацану он отметил, написал вот такое же, блин, сочинение, которое я предписал бы несколько часов. Он хорошо занял. Ух ты брет. Да ну нахрен. Да ну задницу. Да что за такое? Вот мы видим. Так, хорошие машинки, такие красивые. Здесь все машинки офигеншие. Вообще, тут три штуки. Хоть бери и уезжай сразу. Так, все, я убегаю. Шучу, я никуда не убегаю. Так, нам нужно, блин, спокойно, спокуха, спокуха. Нам нужно спокойно пробраться. Так, мы где-то пролазим потихонечку. Так, ой, блядь. Кому за такую игру. Если тут я буду немного охреневать от сюжета, то вы охреневаете вместе со мной. Так, вот лихонечка, лихонечка. А нам не страшненько. Я вообще не понимаю, что он вдруг так лазит снаружи, если он сам сказал, что у него отвратительное впечатление, только от внешнего вида этой больнички. Какого хрена он делает? А, ой, блядь. Так, ребят, ну, у меня стремно разборно. Ааа! Ха, ха! Ооо! Ой, блядь, я чуть пучками не наложил. Так, дышите. Ёб твою мать, ёб твою мать. Блядь, что жена? Где свет? Свет отключили. Так, ну не похуй, мне не страшно. У меня есть камера, которая должна все фиксировать. И мы подходим. И мы начинаем. Добили и утверждают, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку, единственный трагер, работающий над компанией Ричард Трагер, ответственный лицом за ним. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрическое распознавание. Психиатрические исследования нарков, проект Валли Ридер, лечебница Маунт Месси. Ну, короче, я так понял, мы сейчас нашли небольшой рассказ о проекте Валли Ридер, который в этой лечебнице, так можно сказать, происходил. Блять, обойди выйдет. Да ну вот, ёб твою мать. Ёб твою мать. Ёб твою мать, что за... Спокуха, ребята. Мне вообще нестремно будет. Квай! Боже мой. Да неужели он сюда залез? Ну всё, я отсюда и не вылезу. Так. А, ну ладно. Ой, бьет. Да ну в задницу. Псих, понятно. Я его в задницу. Правда. Это же капец как стрёмно. Так. Идеи, сейчас на черта не будет страшного. Так. О. Вот дверка приоткрытая. О. А, бля, 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 бля. О, фок, 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 фок. Ёб. Божечки-то, я не. Что я здесь нашёл? Это же писи. О, бог. О, фок. Так, стопэ. Поранитый. Ээээ. Так, всё. В жопу. Что за нахер? Что здесь вообще к чертям происходит? Бог ты мой. Тут ещё и режут кого-то. Да ну в жопу. Так. С этого момента, думаю, интересно будет на камеру снимать. Бери бы на репортер. Какого хрена ты сюда полез? У меня очко уже дрызает. Так. Вот. Мы нашли ещё какой-то документ. Сорян за подлагивание. А это не я. Так. А что? Психиатрические исследования мерков. Проект. Валеридер. Так. Та-та-та-та-та. Лечащий врач. Карл Хьюстон. Состояние. Пациент утверждает, что состояние. Состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжает. Наблюдается беспрецедентная активность морфогеннического двигателя. Что говорит? Продолжаем четвёртую стадию гормональной программы. Бедный пацан. На гормончике подсадили. Симптомы. Симпрометия. Не обнаруживает варанхиальных образований. Выделит. Эритроциты на гемот... Что? Боже, на название. Хрен прочитать. На гемотопе. Психи. Снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает аритмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Замет. Билли интересовался ситуацией. Относительно искали его матери против лечения. И мерк. Это показывает серьёзные проблемы с безопасностью. Хотите нам найти субтитры? О, добрая жать субтитры. Так. Так. Чё? Он пишет. Убирайтесь нахрен из этого проклятого нет. Да я только у него пришёл. Эм. Просто писец. Гляньте ску. Ядрить твою мать. Так. Не говори, что у нас ещё батарейка заканчивается. Жрёт там много электричества. Так. Блядь. Ёб твою мать. Это нахрен. В жопу его. В жопу. Ну какой ты, младший дух, хрена. Я же здесь хочу жить. Я же не приехал сюда отдыхать. Ох ты, блядь. Так, вот портретики, портретики. Хорошее продолжение. Замечательное продолжение. Так. Куда тебя хрят понёс? Так, батареечку мы взяли. А теперь мы поскакали. Так. Сейчас нужно найти выход. А. Блядь. Блядь. Ой, блядь. Чёрт, твою мать. Да нахрен. Да нахрен. А, блин. Жопа. Эм-эм. Минецов. Твою ж дивизнь. Бог там, а ты кто? Эм-эм. Эм. Эм-эм. 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 Эм. Эм-эм. Эх-эм. Эм-эм. порассказывать много о чём сейчас надо иметь немного батареек для запаса чтобы можно было спокойненько сейчас надо проверить пока сейчас вам ребятушки не прощают ох ты бля что ж за нахрен-то такой сидит здесь так, ну, я думаю, что мы подойдём ай, мишчак да, что только с ними не делали ох ты, блин это чё такое это чё за гопники, блин вот, блядь, видите какие гопники видите какие, ой, блин, туда грял так, видишь, какой гопник, видишь там выход, туда идти сюда, идти так аммм, блядь короче, я пока сейчас не буду тут ничего делать потому что мы его в жопу вдруг сейчас эта скрень какая-то вылезет я это, я это лучше оставлю на следующую часть так а кому очень интересно, можете ой, блядь фуууу, я тут не успешкау это он врезался сейчас я её почитаю на документе посмой ордер на арест имущества корпорация Мерков подразделение США ордер на арест имущества дело такое-то потощите на арест имущество психиатрический центр маунт-массив психиатрическое исследование Мерков район-пустынь маунт-мессив Государственная шоссе, создавая письменные показания под присягой, данные перед Советом Директоров, заслуживающим доверие Агентством Безопасности МЭКов. Катастрофическое нарушение в работе системы безопасности заражения окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ и основанием для выдачи данного ордера. Данным документом предписывается предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию и полностью передать управление его дентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываетесь от любых исков и требований к корпорации МЭКов и ее дочерним компаниям касательно действий АБМ и обстоятельств, в которых они были необходимы, не взирая напоследствия. Ну что, вот такое вот мы небольшое, можно сказать, послание нашли. Так, нас какой-то жирный хрен выкинул, мы упали сюда, нашел священник. Мы, короче, сюда нельзя. О, и сюда можно. И, а ну-ка, пойдем сюда по кровавому следу. О, дверка, наконец-то. Ох, бить. Насегда. О, камера на лагадин. Ребята, спасите меня. Ради бога. Так. Что-то написано. Угу, короче. Короче, нам нужно в электрикром. Это значит, да, значит, надо было до двери. Но, короче, начнем во второй части уже. Что там нам надо? Выберитесь, а здесь человек не закручивал, а на дверчик или диспетчер послужил. В общем, будем открывать, искать. Надо тоже заставить. Ну, блин, вообще, я бы никогда в жизни не сомневался ни за какие бабки с такой лечебностью. В общем, не буду далеко отходить от темы. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был ProGames. Кто хочет продолжать смотреть прохождение этой замечательной страшилочки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь также на нашу социальную группу ВКонтакте, ссылку, которая в кино в описании. Поэтому, всем спасибо. Всем хорошего вам старения после просмотра этого замечательного видео. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok